Книга «Открытым оком». Тема священства, том 15, вопрос 3009. Вы всегда говорите, что самые виновные в гибели нации священники и учителя. Так кто же из этих двоих более виновен? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Безусловно, и окончательно духовенство в лице патриарха, епископата и батюшек. Если учителя только в виде аллегории могут претендовать на звание врачей, то священники в самом буквальном смысле в плане Божьем, как учителя и врачи по замыслу Бога и Иеговы. В Англии Теана 3.10. Иисус отвечал и сказал ему. «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Иеремия 6.14. «Врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет». Римлянам 2.21. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» «Когда человек болен душой или телом, он в первую очередь обращается к Богу и его служителям». Иакова 5.14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне». «Это таинство назвали соборованием. Собрано несколько пресвятеров. Ни о каком достоинстве больного нет даже намека. Болен? Ничто же не смущай... Ничто же сумняшися, зови и пытайся изменить ситуацию с больничным». Священники переломили ситуацию в иное русло. «Чаще исповедуйся и чаще причащайся. Чаще под эпитрахиль и чаще к чаше». А вот тут подводные рифы со смертельным исходом для утлой лодчонки. «Должно быть определено и абсолютно безошибочно, готов ли говельщик к этому таинству. В противном случае получишь не исцеление, а эпикриз и погребальные дороги». 1 Коринфянам 11.28.30 «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». «При ненаученности народа, а в этом колоссальнейшая вина только и абсолютно священников и архиереев, толпы желающих получить исцеление через причащение получают приговор к осуждению болеть и умирать. Чтобы испытывать себя, нужно иметь эталон, на что держать сравнение, в сравнении с чем испытывать свою жизнь». 1 Тимофею 4.16 «Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, и вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 2 Коринфянам 13.5 «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». «Подолком идут к причастию, и ни одного, быть может, кто мог бы вникать в себя и в учения Христова, мог бы исполнять в евангельской, мог бы испытать, в евангельской ли он вере, или в корнях и преданиях, в традициях и самохотении». Филиппийцам 1.27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И посему священники есть главные наполнители тел и больниц неисцельными болезнями и главными наполнителями моргов и ада». Евангелие от Матфея 23.15 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». «Приступно доверяться конокраду, малознакомому и листивому мужчине. Бог в совести с рождения дал ограду, свалив потом, насаживаясь, чинем. Не доверяйте, если свет зеленый, смотрите в оба, влево и направо, туркмен баши жмет на своем осленке, как страусу не дал бог смысла граммам. Не доверяй на скользких ступенях, держись за истинно проверенную руку. Кто спотыкается, их тут же обвинят, с разбившимся и обойдутся круто. Доверимся лишь слову Иеговы, всесильному, единому над нами, с ним перейдем через любую прорву. До старости не растеряем память». «Неподпоясанным, ложась и без креста, таким и встанешь не на этом свете. Сумеем ли из кумы достать, оставить православие и детям? Остерегайтесь лживых толкований. Сепаратистов, лживости, сектантов, да мало ли бессовестных, поганых, при галстуках обритых, с этих станет. Доверие пусть вызовет лишь тот, кто Божий страх лобзает ежечасно. «Из Библии не вырвет и листок, целует строчки наравне с причастием. Опасностей никак нам не избыть, и потому, знамением оградившись, в рот ни дыминки капли не испить, приискренне считая это лишним. «Видением доверяться не спеши, монашество беги, как сутенерство, у них святые, может, только вши, пока свет Библии им не объемлет сердца». 11 февраля 2006 год. Игнатий Лапкин.